Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас с вами будет обзор на китайскую люксовую косметику Flower Nose. Прямо рядом со мной стоит вот такая вот потрясающая коробочка. И нет, это не просто интерьерный комод, это самая настоящая упаковка косметики. Пока что я хочу что-то сделать, кот тоже хочет что-то сделать. Flower Nose это один из самых актуальных на данный момент брендов китайской косметики. Это максимально китайский люкс в самом люксашном представлении этого слова. И я хочу сегодня не только протестировать и сделать распаковку этой косметики, но также и немного рассказать вам о ее предыстории, о том, что это вообще за такая косметика, почему она сейчас настолько актуальна, кто ее создал, ну и, конечно же, главным образом мы все равно сделаем макияж. Данная коллекция косметики посвящена балету Лебединое озеро. Если посмотреть на рекламную кампанию, которая сопровождает вот эту вот коллекцию, можно заметить, что здесь есть отсылки не только лишь к балеткору, но и к темному образу, черному лебедю и к светлому балетному образу. Поэтому сегодня я сделаю некий закос на данную эстетику. Ну а для начала давайте распакуем. Ах, да, я, кстати, забыла сказать, что вот такая вот коробка косметики сейчас... Во-первых, она весит более чем 10 килограмм. Туда входит вся актуальная коллекция, которая посвящена, ну, данной тематике в нашем случае. Это Лебединое озеро самое последнее. Данная коробка стоит 700 долларов. Ну, с учетом доставки получается достаточно небюджетно, но что поделать. Кстати говоря, эту косметику очень тяжело достать. Именно вот в таком вот виде, в такой огромной коробке. Это один из моих подарков на Новый год, поэтому я безумно счастлива, что я могу сделать на этот обзор. О, боже, оно весит на миллион килограмм. Коробочка выглядит просто невероятно огромной. Она очень объемная, и она безумно эстетичная. Мне очень нравится каждая ее деталь. Итак, давайте приступим к распаковке вот этого абсолютно потрясающего комодика. Я очень сильно и вдохновлена, потому что когда я увидела еще вот эти вот потрясающие фотографии, я была в полном восторге. Здесь находится очень много всего, и мне кажется, эту коробку можно бесконечно распаковывать. Там прям вообще... Даже заколочки положили для того, чтобы это мог полностью поймать от пайпс. И если обратите внимание, то здесь прям находится даже сразу разветвление под помадой. То есть это будет служить вам еще как органайзер. Кто-нибудь вообще понимает, что это такое? Потому что я не очень. Начнем вот с этого. И здесь у нас находятся духи. Если честно, совершенно не знаю, чего ожидать от духов. Ну, давайте посмотрим. Я не самый главный мастер в том, чтобы описывать аромат духов и давать послушать запах. Вот это вот все. Но этот запах похож на запах очень какой-то томной химозной розы. Я такие ароматы люблю. Он очень нежный. При этом в нем чувствуется прям вот такая вот роза. Не натуральная, а химическая. В общем, мне нравится. Я, наверное, даже буду этим пользоваться. Весьма неожиданный для меня был аромат. Дальше здесь были две вот такие вот упаковочки. Внутри находятся пудры. Давайте распакуем. Качество упаковки, конечно, ну, никогда бы не подумала еще несколько лет назад, что китайская косметика может быть вот такой. Ребята, ну, я не знаю, на самом деле, что сказать. Восторг невероятный. Вы на это посмотрите. Эта коробка абсолютно точно настоящее произведение искусства. Здесь, в общем, у нас пудра, а наверху пудры на крышечке пуанты. Выполненная это, кстати говоря, из какого-то очень приятного материала. Ну, понятно, что это пластик, но это очень хороший пластик. Не дешевый. Ну, в общем-то, это дешево даже и не выглядит. Но я в абсолютном восторге. Кстати, смотрите, одна пудра имеет сиреневатый оттенок, другая имеет розоватый оттенок. И эта пудра, это не румяна. Ну, давайте, наверное, попробуем более розоватую. Мне она нравится больше. Внутри пудры находится вот такая вот пуховочка и защитная форма на наклейке. Пудра, кстати говоря, на самом деле розовая. И да, я на самом деле буду красить в перчатках. Но это косплей перчатки, поэтому ничего страшного. Что ж, такого у меня еще никогда не было. Давайте протестируем. Я хочу отметить, что пудра имеет очень приятную консистенцию. У нее какое-то очень невероятное, невесомое, даже не знаю, прикосновение к коже. Это очень мягко. Ну, честно говоря, это странное слово для того, чтобы обосновать пудру. Но кроме как это очень мягко, мне других слов на ум просто не приходит. Во второй секции у нас лежит тоже очень большое количество разных предметов. Здесь, значит, у нас румяна. Это расческа для волос. А это зеркало. Восторг. А теперь, внимание, как вы думаете, кому принадлежит эта косметика? Ну, я понимаю, что это очень странный вопрос, потому что, ну, как бы это же косметический бренд. Китайский. Мало ли кому он может принадлежать. Владельцы этого бренда это два китайских парня косплеера. И выглядят они вот так. Да, я когда увидела, что один из моих самых любимых сейчас брендов косметики делали буквально люди, которые косплеили Баку и Деку, я поняла, что, ну, отныне мое сердце принадлежит этим людям культуры на все 100%. И эта косметика была создана абсолютно недавно. Это всего лишь 2016 год. Если что, данное видео не спонсировано, а очень жаль, можно было бы и заплатить. Тут, на самом деле, очень много интересных фактов, потому что, во-первых, эту косметику создавали не какие-то профессиональные люди, не люди, которые занимаются разработкой косметики, а два косплеера. Да, на тот момент они уже были достаточно популярны среди людей, которые следят за азиатскими косплеерами. Но, тем не менее, несмотря на этот факт, эти люди были просто косплеерами, они не являлись какими-то людьми с опытом разработки косметики. И, естественно, как только они выпустили эту косметику, как и большинство инфлюенсеров, которые пытаются что-то делать, ну, скажем так, словили массу неоднозначных отзывов. Однако, из-за того, что косметика была действительно хорошая, из-за того, что у нее очень крутой концепт, я думаю, вы видите сами, и такой концепт у них был с самого начала. Конечно, с увеличением бюджета и формы становились сложнее, и материалы становились дороже, но изначально эта косметика не была полным отстоем, как это зачастую бывает, когда, ну, кто-то создает новые косметические бренды, абсолютно непродуманные, с непонятными составами, непонятными цветами, и, казалось бы, почему я вообще должна тебе доверять? Но здесь нет, здесь все сложнее. И что для меня самое было интересное, когда я впервые познакомилась косметикой Flower Nose, у меня уже был на нее обзор, тогда я не вникала, я просто купила то, что было популярно на Wildberries, то, что мне посоветовали мои знакомые. Ну, я только думаю, ну, ладно, интересно. Ну, а теперь, когда я во всю эту историю вникла, когда мне подарили вот эту вот коробку, и я хотела бы читать о ней больше, у меня глаза вылезли, честно говоря, на абсолютный лоб. Так, кстати говоря, пока я тут болтала, я открыла три упаковки румян, давайте одни из них сейчас попробуем на лицо нанести. Первый оттенок, он очень странно выглядит, потому что он буквально выглядит как пудра, это, мне кажется, даже камера передает. Следующий оттенок, уже более привычный румяна, это что-то розовое. И в голубой упаковочке, ага, самая насыщенная румяная цвета. Да, так не говорят, но я сказала, и ладно. Я думаю, что я буду пользоваться именно вот этим вот оттенком, потому что он наиболее яркий, и для камеры это именно то, что мне понадобится. Кстати, я не договорила на тему косплееров. В общем, у них изначально был концепт создать такую косметику, которая была бы очень классной именно для косплееров, потому что, когда ты делаешь косплей-макияж, надумают те, кто этим увлекался или тем, кто сам является косплеером, сейчас будет понятно. Очень тяжело реально делать скульптурирование, контурирование, очень тяжело изменять форму глаз, действительно не хватает оттенков, которые похожи на тень. Ну, то есть на тень, чтобы делать прям максимальный контуринг под разных персонажей, а ведь это играет огромную роль, изменение черт своего лица для того, чтобы передать вайп другого персонажа. И, в общем, эти парни подумали и решили, что им нужны отдельные цвета, да, и отдельные текстуры, чтобы им было проще косплеить. Так эта косметика и появилась. И да, конечно же, исходя из того, что они оказались очень эстетичными молодыми людьми, они подумали и решили, что хочется передать атмосферу сказке. Атмосферу того, что ты будешь пользоваться этой косметикой и использовать ее как в какой-то степени игрушку. Помните, когда мы с вами были маленькие, нам родители покупали какие-нибудь куколки, барби там или что-то в этом роде, и вот ты распаковываешь эту куклу и испытываешь определенные эмоции, и тебе даже, может быть, потом эта кукла не так много радости приносит, как факт того, что этот подарок, это такая красивая игрушка, и вот ты ее распаковываешь на своих руках. Примерно такого вайпа они хотели добиться от своей косметики. Так, теперь вернемся к румяным. Ну, что мы имеем? Это не супер-мега-яркая текстура, она полупрозрачная. Ввиду и специфики азиатской косметики, ввиду специфики, собственно, изначальной задумки авторов о том, какая эта косметика должна быть, здесь не будет ядреных оттенков. То есть, эта косметика люкс, но она не профессиональная. Так что, если вы хотите каких-то невероятно ядреных пигментов, ну, есть смысл рассмотреть, может быть, даже в той же самой категории, тоже в китайской косметике, но явно не вот эта. Потому что это не про то. Ой, я совсем заговорилась и забыла открыть расческу. Давайте ее открывать вместе. Та-дам! Кстати говоря, чем еще эта косметика так сильно взорвала все вертикальные форматы соцсетей? Как она вообще вышла за пределы Китая и Азии? Прикол в том, что они придумали. Знаете, когда блогеры получают рассылку, всегда отправляют большие боксы, очень прикольные. И они подумали и решили, что почему бы эти боксы не продавать. То есть, да, такое уже проделывали, например, Colourpop, если мы говорим про американскую косметику. И в целом, кое-кто уже начинает постепенно делать та же самая сода. Но у них получилось наиболее эффектно, возможно, потому что сами дизайны здесь. Это просто реально разрыв всего. И в эти блогерские, ну, типа блогерские рассылки, они, естественно, стали добавлять какие-то элементы, которые нельзя купить. В Colour очень тяжело получить доставку. Не только в Россию, в любую другую страну, которая не является азиатской. Почему? Потому что эти коробки, короче, очень много весят. У них достаточно большая стоимость, и заказ могут просто отклонять. Поэтому есть возможность покупать через Перекупов, есть возможность покупать через Озон. Такая история. Третья полочка, и здесь находятся помады. Здесь пока не знаю, что находится, но, может быть, у вас есть предположение. И здесь у нас тоже помада, липстик. Итак, здесь у меня целая гора помад и кисти для нанесения румян. Блин, надо было немножко по-другому все это обустроить, чтобы сначала были кисти, потом какие-нибудь тени, уже потом только румяна и помады, а не наоборот. Но, если честно, вы знаете, я думаю, что нам нужно ускориться, поэтому я сейчас быстро все распакую, все вам покажу, как это выглядит, и потом мы с вами уже начнем делать макияж. Кстати говоря, внутри коробочки есть вот такое вот зеркало. Ну, а я сейчас не буду снимать, чтобы меня сильно не бликовало, но очень удобно то, что ты можешь краситься прямо в коробку. То есть ее, ну, понятное дело, такую коробку точно жалко будет выбросить. Но чтобы наверняка вы ее не выбрасывали, вот, пожалуйста, используйте как гримерный столик. Представляете, у меня произошел полный провал. Я уже почти накрасила один глаз, и потом я понимаю, что я все это время не писала видео. Хорошо, что я сделала только один глаз, поэтому сейчас я смогу рассказать вам о том, что вообще я делала. Итак, здесь находятся тени для век, здесь у нас румяна и снова помады. Начинаем обзор на палетку теней. Было несколько палеток теней в этом замечательном комоде, и я выбрала, естественно, в черной эстетике, чтобы сделать отсылку к черному лебедю. Я считаю, что здесь есть просто все оттенки, которые просто идеально подойдут, ну, для моих целей. Давайте с вами начнем с того, что сделаем базовый белый цвет. По поводу характеристики и структуры вообще самих теней. Они немного пылят, причем пылят не только в этой коллекции, но и в любой другой, которую я уже тестировала. Однако, несмотря на то, что тени пылят, я не могу сказать, что меня это как-то сильно смущает. К минимуму это все не расползается по моему лицу, поэтому, ну, пылит оно на кисти и хрен с ним. Значит, это первый пункт, второй пункт, а эти тени, внимание, не являются каким-то особо яркими или очень мега пигментированными, потому что, во-первых, это все-таки китайская косметика, и, во-вторых, это не профессиональная косметика. То есть, смотрите, когда мы с вами говорим про люкс, да, эта косметика может быть безумно дорогой, она может быть безумно классной, качественной и т.п. и т.д., но, как правило, это не подразумевает супер яркого пигмента. А вот когда мы с вами говорим уже про профессиональную косметику, тут уже, конечно, другая история, и тут уже совершенно другие требования идут, потому что для профессионалов косметика должна быть очень яркая, очень насыщенная, с ней должно быть легко работать. Но профессионалом я не являюсь, и поэтому, как обычному человеку, меня это абсолютно устраивает. И, кстати говоря, знаете, вот небольшой у меня такой, ну, не то чтобы инсайд, а скорее у меня небольшое потрясение давно было. Я что-то сижу и думаю, разбираюсь в своих цветных палетках, и я понимаю, что я почти не пользуюсь самыми яркими моими палетками, которые, ну, любят прям вот большинство визажистов и профессионалов. Потому что я понимаю, что я будучи обычным человеком, то есть мне не надо красить клиентов, мне не нужно делать какие-то ультра-креативные и супер-мега-яркие образы, потому что я понимаю, что я предпочитаю все равно какую-то азиатскую легкую небрежную историю, нежели, знаете, на такие вот яркие прям макияжи, когда там, не знаю, зеленые перетекают в какую-нибудь ядрено-красную, и все это с идеальным градиентом. Ну, вот такие вот макияжи, это выглядит очень круто, но я не люблю просто много тратить время на макияж, ну, и это не моя эстетика. Сижу, я сижу вот так и думаю на эту тему, и понимаю, что мне как раз-таки нравятся текстуры, которые не настолько пигментированы. То есть, конечно, мне нужен пигмент, конечно, я должна там, не знаю, ну, вот, как здесь, да, например, я беру сейчас красную тень, и эта тень должна иметь красный цвет на моих глазах, но при этом мне не нужна косметика, и я такой просто не пользуюсь, которая вот так вот сделаешь, бам, и у тебя огромное красное пятно. Потому что это все-таки для профессионалов, для прям каких-то крутых визажистов. Ну, мне это не надо. Теперь я буду рисовать стрелки. Рисовать стрелки в перчатках, это просто испытание. Вот так вот выглядят две подводки мои, это из другой серии, но вот так как в этом у меня не было ничего подобного, то, естественно, воспользуюсь тем, что уже есть. Сначала, когда этот бренд только-только появился, конечно, он уже зашел, потому что, ну, эстетика абсолютно непередаваемая, но завирусился он тогда, когда этот бренд пошел в Японии. То есть, японцы достаточно быстро рассмотрели эту косметику, она им очень быстро понравилась, потому что это соответствует японской эстетике, и, в принципе, такое все очень нравится. Ребята, которые основали бренд, они очень грамотно поступили. В том моменту у них уже стали появляться хороший бюджет, ну, прям реально хорошие. Поэтому, знаете, что они сделали, чтобы расширить свое влияние в азиатском рынке? Они нанимают айдола в качестве амбассадора бренда. И внезапно они нанимают Сакуру. Ну, собственно, здесь все очень красиво получается. Косметика берутся в Японии. В Японии любят, естественно, своих айдолов, которые сейчас стали корейскими великими международными айдолами, поэтому они захватывают сразу оба рынка. И японский рынок, где уже косметику знают, и корейский, где косметику это, может быть, и знают, но с корейцами, ну, посложнее будет, потому что они прям топят за свое. Что, в принципе, логично, но они прям максимально за свое. Они очень не любят, когда что-то вот, ну, не их используется. Включение составляет всякие крутые европейские, французские, итальянские марки, типа там Шанель, вот это вот, Биор. Честно, я ни разу не слышала в Корее про эту косметику. Возможно, тоже вот там меня поправится, но вот я даже от своих знакомых ничего над тем не слышала, только то, что они видели в тиктоках. Вообще, на самом деле, корейская косметика сейчас находится не то, чтобы в неком упадке, но они уже на самом деле напрягаются, потому что китайская косметика набирает вот такие вот обороты. У них действительно сейчас очень большие улучшения в качестве, у них очень большие улучшения в дизайне, у них очень большой открытый доступ к тому, чтобы использовать какие-то классные материалы в своей косметике, конечно, мы сейчас говорим про адекватную китайскую косметику, но какая-нибудь там ерунда, которая паленка-перепаленка, с непонятным птичьим навозом, мы про это сейчас и ни в коем случае не говорим. Никаких лебединок навозов, пожалуйста, нам вот в этой вот косметике не надо. И, собственно, за счет вот этого, за счет того, что у них появляется лютейшая виральность, люди, естественно, стали обращать внимание на китайскую косметику. Плюс, конечно же, китайский доуин макияж. Я, если что, на эту тему делала полноценный обзор и рассказывала, в чем разница между китайским макияжем и корейским макияжем, но, ребята, нет, это макияж китайский. В общем, это все, вот, досмотрите это видео, в то переходите, посмотрите. Ну, и за счет вот этой вот ситуации, что китайская косметика действительно сейчас набирает обороты, ну, тяжело ее развивать на корейском рынке. Но, тем не менее, этому бренду удалось в какой-то степени туда тоже просочиться, потому что сила виральности, сила обзоров, а косметика, правда, красивая, классная, ну, грех не снять про нее, да, какое-то видео или даже, там, не знаю, stories рассказать друзьям. Ну, так все и работает. Единственное, чего у меня от этого бренда никогда не было и нет сейчас, это ресницы, поэтому я просто накрашу сейчас ресницы рандомными продуктами. На самом деле, у меня есть огромное желание снять видео с обзором на китайскую косметику, как и декоративную такую ходу, чтобы рассказать вам о ней больше, потому что это, правда, то, на что уже есть смысл обращать внимание. Я знаю, что многие люди до сих пор не очень относятся к китайской косметике, я видела это даже в обсуждениях в моем телеграм-канале, когда мы общались над темой китайской косметики, но, честно, можно уже обращать внимание. Не на все бренды, но на некоторые, потому что даже внезапно китайская уходовая косметика, она... Ну, она крутая. Просто те, кто сейчас ее не покупают и не используют, все равно будут ее использовать лет так через пять. Ну, как это из корейской косметики было. Изначально я точно помню, когда начинался только-только на нее хайп, но большинство людей, правда, смущала низкая цена относительно европейского ухода и смущали упаковки, потому что они все очень милые, типа, они детские, а у нас же вот это вот все, да, как бы... Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, тем не менее. Потом она, конечно же, зашла, и все стали ее покупать, цены, естественно, стали расти, но в любом случае это неплохо, это просто ситуация. Вот такой макияж глаз у меня получился. Теперь я все-таки очень хочу протестировать румяны еще одни, там, потому что тоже были вот такие вот красивые черные, вместе с кистью, которую они предлагают для румян. Это, конечно, невероятная эстетика, выглядит очень красиво, но единственный момент, который пока что меня смущает все-таки, макияж для черного леведи, он как будто бы должен быть более такой драматичный, и мне кажется, что этот оттенок, ну, не знаю, у меня, по крайней мере, с драмой особо не вяжется. Может быть, я изменю свое мнение, когда накрашусь. Ну да, мне бы хотелось чего-то более темного, тогда, мне кажется, было бы вообще супер-мега круто, но, в принципе, как говорится, и так сойдет. А теперь давайте сделаем легкий контринг. Единственный момент. Я буду делать контринг другим моим продуктом. Вот такая вот у меня есть палеточка контринга, и по приколу протестирую тоже вот эту вот кисть. Сейчас добавим скулы. Кстати говоря, вот это вот то, о чем я и рассказывала, то есть, когда мы говорили с вами о продуктах для косплееров, вот эта вот палетка, ну, честно, одна, наверное, сейчас одна из моих самых любимых, потому что цвет очень-очень естественный. Это как будто даже ничего не наносишь, а результат есть, и ты рад. Хайп. Поняла, что мы с вами из палетки не взяли и не использовали блестяшки. Но окей, мы к ним еще вернемся, потому что сейчас хочу попробовать вот такой вот продукт. Посмотрите, какие невероятно красивые глиттеры. Упаковка просто шикарная. Цвет шикарный. И я хочу сейчас на складочку моего верхнего века добавить вот эти вот серебряные блестяшки. Мне кажется, будет очень красиво. Надеюсь, камера передает этот блеск, который я вижу прямо сейчас, когда смотрю в зеркало. Потому что если не передает, ну, мне очень жаль. Выглядит-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Блески наслаиваются прям, ну, очень-очень плотно. За счет этого появляется вот такой вот красивый эффект. Сейчас лампу себе подставлю, возможно, будет лучше видно. Вот так вот это выглядит в жизни. Понимаете, да? Теперь я добавлю прям совсем-совсем немного вот этих вот блестящих серебряных теней. Мне кажется, должно получиться симпатично, если просто притоптать их на верхнее веко. Да, это, конечно, безумно красиво. Цвет достаточно сложный, доохромный. Чему-то мне отливает немножко зеленым, но выглядит неплохо. Теперь я возьму помаду. Если честно, вот это, конечно, меня больше всего разочаровало, потому что я очень хотела, чтобы были еще блески. Ибо блески у них невероятно крутые. Они выглядят вот так. И сами себе блески мне очень нравятся. Но у меня были только помады, и ладно. Я подобрала самый темный оттенок, несмотря на то, что их было очень много, и выбрать было трудно. Но вот такой вот. По привычке, конечно, мне очень хочется прям туда пальцем сейчас залезть, потому что я всегда любое средство только так растушевываю, только так наношу. Но, понятное дело, я не буду делать перчатку, блин. Наверное, помощь нужна. Дай палец. Нет, я серьезно. Любой. Можно средний, можно вот этот. Нет, давай этот. Но у меня перчатки. Что, подожди? Я выбрал самый некрасивый палец. Давай другой, чтобы красивый палец был. Давай мизинчик. Какой у тебя самый красивый палец. Ладно. Тот палец зацензурить. Вот другое дело. Кстати, чужим пальцем, в принципе, неплохо пользоваться. Серьезно, попробуйте, если у вас есть такая возможность. Спасибо большое. Ну, если прошло, сделаю так. Трэш. Ты как со мной поступил, Давид. Нечестно. Так, ну и теперь я, пожалуй, бахну еще немножко в центр этой красной помады, потому что уж больно красиво и понравилось. Теперь добавлю пару родинок, потому что это сейчас актуально и модно. Одну мы добавим сюда, вторую добавим вот сюда. И можно теперь еще капельку хайлайтера, и на этом макияж будет закончено. В качестве хайлайтера я, наверное, использую вот этот вот оттенок теней. Flower Nose это первая китайская косметика, с которой я познакомилась, и первая, с которой началось вообще мое погружение во всю эту историю. Поэтому будет очень интересно узнать ваше мнение, как вы относитесь к китайской косметике. Может быть, у вас был плохой экспириенс, может быть, был хороший. Прямо расскажите, пожалуйста, ваши истории. Мне будет очень интересно это почитать. Я бы хотела снять еще несколько видео про другие китайские бренды, но нужно как-то от чего-то отталкиваться. Про плохой опыт мне тоже интересно. Ну и, конечно же, перекатывайтесь в мой телеграм-канал. Мы там постоянно о чем-то разговариваем, что-то делаем, поэтому жду вас там. Вот. Ссылка в описании. Какой макияж получился, мне очень нравится. Это выглядит здорово. Что ж, без окончания. Пока.